всем привет с вами влад и space ну что ростове наконец-то наступило лето солнце жара готовимся к чемпионату мира по футболу готовимся к сезону серега построил сетап уже на своей лан 3 2к 18 ну это еще не точно говорит что много недоделок но на самом деле тут уже салончик есть ну я его выдернул на самом деле потому что потому что именно вы да именно вы не можете поставить нормально контроллеры их настроить даже некоторые установочные сервисы улажают и что-то у них не получается поэтому сегодня я еще раз буду вам рассказывать как вот этими вот руками настраивать контроллер и делать это правильно поехали но сначала мы уделим внимание салону потому что он заслужит его вот только посмотрите офигенно перешить салон достаточно свежо и самое крутое что здесь пульт у нас чехле таких же материалах как и весь салон просто вышка у меня глаза очень радуются что сделали такой офигенный чехол для нашего контроллера is a face вписывается он очень круто и вообще супер я доволен хватит о машине теперь перейдем к тому что вас интересует давайте настроим наконец-то уже контроллер так мы здесь у нас еще не до конца начался сезон поэтому надо немножко выхлоп под убрать и начнем настраивать контроллер так ребят мы освободили багажник от выхлопа и теперь нашли инструкцию хороший знак я прям здесь вам сейчас покажу куда надо смотреть при программировании контроллера и сейчас я вам расскажу как его программировать и покажу я специально спросил все настройки до заводских чтобы вы видели те значения которые увидите итак ребят основная информация по программированию 4 5 страница тут написано красным что управление отрицательного пульта и также белым по черному написано что датчики нужно ставить от 0 до 5 вольт нижнее положение 0 верхняя 5 по другому никак также посмотрите прошлый выпуск видеоблога я вам рассказываю про датчики поехали принципе инструкция нам пока не нужно вам понадобится тестер вы допустим все поставили подключили первый раз пульт непонятные какие-то цифры он там все работает цифры бегают но в принципе никакой логики в этом нету ничего страшного если вы правильно подключили датчики то есть в нижнем положении около 0 верхнем 5 вольт то есть в этом диапазоне то берем тестер то есть как проверить что вы правильно подключили датчики берем тестер и идем к разъемам ставим разъем не разъем а щуп тестера один на землю то есть ее можно найти вот здесь или мы наверно здесь возьмем и другим щупом будем уберем крокодил другим щупом мы будем тыкать вот в эти пины это четырехконтактная фишка синие провода которые идут от датчиков и вы увидите какие показания на тестере давайте задерем машину в самый верх все машина у нас самом верху сейчас но цифра непонятно какие где-то 99 где-то 33 ну короче бред какой-то и смотрим тестером что у нас показывают датчики так один верхнем положении у нас показывает сейчас я найду сигнал два с половиной вольта другой 16 еще один три вольта еще один три вольта но в принципе они пойти и попадают диапазон конечно не знал что они здесь так установлены но это не беда еще опускаем одно значение у нас вообще не реагирует ему странная фигня но мы на них не обращаем внимания дальше смотрим точно также смотрим датчик 0708 вольта 2 там где было 305 и опять 05 принципе все значения меньше тех что были но диапазон очень маленький но все равно все у нас должно работать то есть все теперь убираем тестер мы убедились в том что в нижнем положении у нас меньше вольтаж чем верхнем и он у нас диапазоне от 0 5 до 4 с половиной вольт теперь что мы делаем поднимаем машину обратно в самый верх непонятно какие значения но неважно заходим в режим программирования удерживаем кнопку программирования зашли pv полностью вверх в инструкции у нас есть все расшифровки этих аббревиатур вот программирование верхнего положения зажимаем кнопку держим очень долго держим даже моргнула все отпустили теперь опускаем машину вниз не выходя из программирования вверх мы уже запрограммировали и когда держали кнопку опустили в самое нижнее положение машину опять зажимаем кнопку программирования держим моргнула запомнили отпустили клацаем дальше все настройки которые вам при первичном программировании не нужны они все описаны в инструкции вот здесь очень подробно вы сможете о них почитать доходим до все зажимаем кнопку программирования выходим и о чудо у нас нули поднимаем вверх все датчики идут вверх то есть у нас сейчас отключен компрессор поэтому мы до 99 и не сможем дойти к сожалению но смысл вы поняли то есть мы было как был какой-то бред у нас на экране мы проверили что у нас датчики по вольтажу офигенно установлены ну не офигенно конечно но в принципе даже в таком диапазоне вы видите что они работают но чем больше диапазон тем точнее будет отрабатывать контроллер запрограммировали все у нас теперь отлично работает цифры бегают от 0 до 99 ну что ребят надеюсь вы наконец-то поняли как все программировать и насколько все это легко то есть если у вас какие-то проблемы первым делом вы смотрите что у нас выдают датчики какой сигнал приходит в контроллер то есть это 4 контактная фишка синие провода смотрите вольтаж которые они выдают зачастую 90 процентов проблем кроется именно вот вот здесь у вас багажнике рядом с этим блоком поставите нормальный датчик и будет все отлично работать то есть первым делом смотрите какие выдаются показания контроллер если он будет видеть получать ложные какие-то показания непонятные если будет перепутаны клапана то он соответственно и не будет адекватно работать на этом все ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем пока захотите запомнить на второй пресет просто зажимаете кнопку ребят чуть не забыл самое важное то есть это не самое конечно важное но простое действие это запоминание пресета выставили любые там значения которые вы хотите хотите запрограммировать второй пресет просто зажимаете кнопку на несколько секунд начинает моргать светодиод гаснет все пресет у вас запомним можете дальше играться потом зайти в него обратно пока так так мне так Субтитры сделал DimaTorzok